Друзья, вы знаете, что я много где побывал, и побывал где много. И расскажу я вам сегодня страшные, темные истории из моей жизни. Очень темные. Я забирался в такие пещеры, в такие глубины, из которых некоторые не выбирались. Поэтому сегодня вам будет страшно. Пока. А есть ли у тебя страшная история? Да, я один раз обосрался в лесу. Кому было страшнее? Тебе или Белкому? Мне было страшнее. Ух, холера. Сел, прошел. Я лопну твой шар, уйди от меня. Уйди, я тебе сказал, я сейчас меч достану. Полезай в сливную яму, я буду тебя там ждать. Максимум, что я могу сделать со сливной ямой, нассать туда, пока ты будешь смотреть на меня. Алексей, что по голосу? Извините, Герлит. Из Ривии, насколько я помню. Память у тебя хорошая чудовище. А что мы делаем? Скажи. Пенни Вайс. Пенни Вайс. Есть ли у тебя страшные истории из жизни? Один раз я страшно обосрался. А что, и он, и ты в одном лесу сидели? Ты тоже? Да у тебя тоже эта история. Вот так вот, ребята. Это стримерская классика. Алексей, у тебя есть страшные истории? Конечно. У меня есть страшные истории? Я расскажу ее, когда Слава придет. А что это за трубка? Трубка магическая. Можно ли я прикоснуться к магии, Алексей? Прикоснись к магии. Это легкая магия? Сам ты Алексей. Геральт, это легкая магия? Это легкая магия. Спасибо. Ой. Извините. Ну и смех у тебя холера. Не отпускай шар. Это тяжелая магия. Я не готов к ней. Холера. Александр, это тяжелая магия? Там потяжелее. Ваша палетка. Можно, Алексей, мне прикоснуться к легкой магии? Да, и мне потяжелее. Режиссер говорит. Если ты еще раз прикоснешься к моему штуку маленькому, я тоже к твоему прикоснусь. Тогда я оторву тебе меч. У тебя нос, как у моего бати, когда он пил. Или как у меня. Смешная? Хорошая. Кинг был в шоке от такого коллаба и от таких страшных историй. А у тебя, Геральт, шрам на лице? Ты знаешь, что мне его оставил. Кто? Мой батя? А батя нет. У тебя нет отца. Теперь да. Я его съел. Зачем? А батю зашел. Хотел кушать. А не мог бы съесть Зарка? Я планирую это сделать. Позови его манящим голоском. Зарк! Блядь! Я посрался, нахуй. Ты что, ебанул стали? Ты про эту историю рассказывал? Да, именно. Он идет? Я не знаю. Если ты думаешь, кого-то напугать таким голосом, то меня ты не напугаешь. А где Зарк? Кстати говоря, однажды в Ривии мне принесли что-то наподобие этого кальяна. Я его покурил. А как в Ривии с женщинами дела обстоят? А что с твоим-то голосом? Он стал чуть брутален. Лицо утиное. Ты хотел сказать не лицо. А мы не ругаемся. А мы не ругаемся. А ты хотел заругаться? Ну, ругнись. Холера. Козел. У меня так батя говорит на дороге, когда ездит. Почему Пеннивайз в Найке? Хороший вопрос. Алексей. Скажи, я видел, что ты вчера ночью пользовался некоторыми эликсирами. Меня ночью не видно. Стыдно, когда не видно. Видно, когда стыдно. Спасибо. Так ты так и не рассказал, откуда у тебя этот шрам. Мне оставило его страшное чудовище. Моя бывшая. Какое имя у этого чудовища? Я не помню, как ее звали. Вот ты какую выберешь? Рыжую или беленькую? Я выберу молодую. Ребята, здравствуйте. Всех приветствую. Ему даже грибнет. Мне не надо. Я и так достаточно стрёмный. У тебя витамины написаны на груди. Витамины? Ну да. Желтенькая. Витамины. Ребята, перед тем, как мы начнем обсуждать очень страшные истории, такие ужасающие, по вот этим вот ребятам видно, я хочу вам рассказать о вот этих вот чудесных гравированных кальянах. Вот этот подарок, который мне сделали ребята из DarkSide. Это лимитированные кальянчики. Это полный балдеж. Если вы хотите прямо такие же вот урвать, вы переходите прямо сейчас в Instagram Try the DarkSide. И под последним постом, ребята, подписывайтесь на них, во-первых. И под последним постом вы найдете все условия. И, возможно, кто-то из вас выиграет один из десяти лимитированных, таких же гравированных балдежных кальянчиков. Я, пожалуй, посмотрю. Чуть-чуть. Открывай, открывай, мы тоже хотим увидеть. А нам дадут такие? Алексей, я у вас совсем с бурунок голосом. Во-первых, я не Алексей. А кто? А во-вторых, он Геральт. Из Ривии. Из школы пчел. Слава, небольшой презент от компании DarkSide. Всем привет. А я то открываю. А ты вот только начал, давай я тебя поведу, правильно? Давай, давай, конечно. Ты отстал все подарки. В общем, DarkSide тоже присоединяется. Я вот забыл сказать, ребят, то, что еще отдельное спасибо ребятам из DarkSide за то, что сделали вот эту вот шикарную лаунж-зону для нас. Самую популярную комнату, в принципе, в доме. И познакомили нас с этим шикарным человеком, Александр Кальянчик. Это просто... Кальянный мастер. Кальянщики знаешь где? Респект за все. Кальянный мастер. Геральт из Ривии. У нас можно во время интегра... Так сказать, во время... Короче... Вручение. Пошел. В Ривию? Пошел ты в Ривию. Я схожу и убью пару тварей. Холера. Да, да. В общем, Слава, мы тебе подготовили достаточно большой набор всей нашей продукции. Я думаю, по порядку пройдемся. Для меня это очень актуально. Во-первых, мы знаем, да, как ты любишь кальяны. И поэтому дарим тебе вот одну из наших моделей Орион с индивидуальной гравировкой. Я думаю, что сейчас я подарю все, потом мы его распакуем. А мне? Далее. За тобой, за твоей спиной лежит два больших бокса со всеми вкусами нашей линейки Dark Side Shot. Колба. Узнаем сейчас. Колба. В этом пакете аксессуары и даже одна эксклюзивная новинка. Мы в скором времени сделаем свои собственные чашки для кальяна. И теперь решили подогнать такую экспериментальную нашу модельку, разработку. Это глиняная? Да, да. Чтоб ты насладился. И вообще, хотим тебе пожелать побед во всех играх, топовых стримах. Ну и в чем ты мастер, так это в громких тусовках, бро. Поздравляем. Спасибо большое, бро. Я думаю, сейчас настало время распакать кальян. И там небольшой сюрприз. Для меня это просто щипцы, уголь. Короче, все, что может тебе понадобиться во время покуры. Какая вообще балдашка. Да. А нам такой подарят. Гераль, ты зря. А зачем тебе это? Да, вот это снимается. Ой-ой-ой-ой. Подожди, а ты хочешь сказать, что ребята 10 человек, 10 кальян уже, правильно, у вас разыгрывается в инстаграм? Да, да. Который выиграет. У них тоже вот такая гравировка будет? Ага, это индивидуальная гравировка. У них просто будет гравировочка Playing the Dark Side с отсылкой на Ниргейм. Ты знаешь, у меня теперь свой именной кальян от Dark Side. Вячеслав. Все, что нужно. Вячеслав. Красота. Вячеслав. Вы теперь на темной стороне. Да. Хайера. Это мое слово. Я его спинь взял. Главное не взять в рот. Позаимствовал. Слуха, гераль, ты зря. Я бы подкованный словесный, я бы сказал. Главное, главное вовремя. Блин, очень прикольно, вообще шикарно. Круто. Это то, что мне реально нужно. Да, тут весь набор, короче, я думаю, что ты разберешься. Если что, в любом месте, я не знаю, как это было. Да, я думаю, что тебе не нужно объяснять, как работать с кальяном. Кайф, спасибо огромное, ребята. Это реально офигенный подарок. Все, еще раз днем рождения. Спасибо, спасибо огромное. Чего, лохи, завидуйте, Геральд из Ривии. Мне тоже подарят. Реально? Да. Мы приготовили, да, всем гостям тоже подарки, поэтому... Всем гостям подарят. Ну ладно. Поэтому, не-не, у тебя супер такой индивидуальный большой набор, но, ребят, мы тоже порадуем, неотделимы. В течение сегодняшнего дня каждый получит свой подарок от компании Дарксайд. Ребятки, так что не буду отвлекать от темных историй. Спасибо, спасибо, Дарксайд. Спасибо, спасибо, Дарксайд. Ждем наш подарок за СНК-калья. Да, еще это еще не все, потому что еще проходит конкурс. Я думаю, что многие ребята захотят выиграть такие же кальяны классные. В Инстаграме Try the Darksайд, последний пост, там все условия написаны. Да, да. 10 кальянов, правильно? Да. С гравировкой. 10 кальян с гравировкой, индивидуальные такие крутые, лимитированные кальяны, поэтому переходите, участвуйте. Ну, я не знаю, это вообще шикарно. Вячеслав, попросите модераторов скинуть ссылку на Дарксайд, пожалуйста. Да, модераторы, можете ссылочку отправить, чтобы ребята не заблудились, так сказать, и нашли, где поучаствовать в розыгрыше. Главное, в Инстаграмчик перейти, а там все найдете. Там еще вроде прикольный контент есть с ребятами, да? Да, там куча контента из стримхауса, и вообще из наших разных сфер, поэтому всем, кому интересен лайфстайл Дарксайд, все, что мы делаем, это не только гейминг, но сейчас мы активно стримхаус все подснимаем. Короче, заходите, переходите, участвуйте, я думаю, вам все понравится. Круто. Еще раз поздравляем с вами. Спасибо. Спасибо за вас. Еще раз. Офигенно. Что, ребят, сейчас мы порассказываем истории, правильно? Геральт из Ривии, какой-то клоун. Какой-то клоун. Ой, клоун. А, ты не клоун. Ну, хотя, это уже без разницы. И какое-то яйцо. Есть ли у тебя страшная история, Вячеслав, из жизни? Ну, вот одна только что, прямо со мной случилась, если честно. Какая? Скажи. Прямо сейчас я захотел пойти посрать. Да что? Третья история про гал... Ну, это уже третья история. У него пропакать. У него пропакать. Потрать. Геральт, а были ли у тебя случаи... Ну, подожди, дай рассказать-то, ну. Клоун ебаный. Какой? Еманый. Вот. Я, короче... Ломанный. Я, честно, хотел пойти, собственно, скинуть, так сказать, лишний вес. Посрать. Вот. И когда я зашел, я обнаружил, знаешь что? Черкас! Катя была перед тобой? Катюх тоже не надо, блядь, как бы. Не Катя была передо мной, не знаю, это было... А на что было похоже? На двойную сплошную или... Нет, это было просто... Это не будем... Это была просто какая-то непонятная полоска, и я чуть-чуть, как бы... И меня это не то, чтобы испугало... Она была темной? Коричневой. Темной. Давай верь Геральту. Хорошо. Геральт. Да, она... И вот что меня смутило. То, что черкаши до этого оставлял обычно только я в доме. А теперь? У меня завелся конкурент, Геральт. А скажите, Вячеслав, Екатерина сейчас на темной стороне, все ли с ней хорошо? Или у нее тоже есть страшная история? Я думаю, со вчерашнего дня у нее есть одна страшная история. Она продолжается до сих пор? Она прямо сейчас продолжается. И поэтому Екатерины с нами нет. Хорошо, расскажу вам тоже страшную историю. Однажды, когда я был маленьким... А я был маленьким... Невозможно. Знаешь, ты как бы вырос, да? Но какие-то части тела у тебя до сих пор остались маленькими. Ты про глаза? Их тоже две. Но я не про глаза. Прежде чем удалять соринку из своего глаза. Я забыл, начинь цитату читать и забыл ее. Цитата Пенни Файса. Блядь, ты такой клоун. Блядь, не зря тебя накрасили. Это полный пиздец вообще. Займись бревном своим. Он в своем. Это страшная история? Да, Алексей. Подожди, подожди. Ты мне сейчас сказал? Да. То есть займись бревном своим. То есть под бревном ты что подразумеваешь? Клоун ебаный. Ебаный. А он тоже может заняться. Я ему дам, блядь, сука, по шарику. Да нет, не вашим. А чьим? Да вообще-то почему про бревно только заговорили? Потому что он сказал, я и поддержал. Дай сюда. Отчасти. Дудку. Клоун ссаный. Ты лопнешь, как этот шарик. Где шарик? Где шарик? Ты лопнешь, как этот шарик. Где шарик? Ага, хорошо. Рассказываю страшную историю. Однажды, когда я был маленьким, была темная-темная ночь. И мы с приятелями решили пойти в заброшенный салун. Или бар. Или кабак. Салун? Или массажная. Или дрочильня. Цирильня. Так вот, она была заброшена, и там было очень темно. Когда мы зашли внутрь, мы услышали какие-то странные звуки, наподобие... Вот такие? Да. И что же это было, Алексей? Что это были за звуки? Что происходило? Мы прошли в комнату, в очень темную комнату. И увидели человека, который лежал на полу. Он был одет? Да, но не полностью. Потому что из этой темной комнаты вышла девушка. Так вот. Мы думали, она высосала всю его жизненную энергию. Ведьма. Но вдруг он встал и пошел на нас. Кто он встал? Человек. Сколько чеканных моментов. Момент. Клей, ёпта. Витваку заплатите чеканной монетой, пюрешкой котлетой. О-о-о. О-о-о. Где твой лютик, Алексей? Уф, ты меня просто не надо гримировать. Вот мой лютик. Он умеет дуть в лютню. В лютню. Так вот. Да вы лютый, Геральт. Так вот. Мы побежали из темной комнаты, чтобы было мочи. Но человек бежал за нами. И просил кое-что сделать. Что же он просил, Геральт? Мы испугались этой просьбы. Что это была за просьба? Не надо говорить про нее в эфире. И убежали в темный-темный лес. Где я и вступил в школу диких пчел. И с тех пор я ведьмак. И с тех пор. И борюсь с разной холерой. У меня тоже есть одна история для вас, достаточно темная. Когда-то давно. Кто? Не говно. А. Когда-то давно. Так. Я вместе с друзьями отправился на вечеринку. Так. Поначалу все было очень хорошо. Мы веселились, общались. Но что-то пошло не так. Оказалось, что в этой комнате была отдельная каморочка. Каморочка. Тайное помещение. Ты холера. Чисто исходя из интереса, я отправился посмотреть, что там. Вопрос из чего-то? Что с вами темными губами? В моих темных губах вчера был. Сперма с морси. Что было в твоих темных губах? Почему они стали темными? Темный торт. Рассказывайте дальше. Так вот. Зайдя в комнату, я увидел пустое помещение. И на нем был человек. Он сидел спиной. Похоже на мою историю. Извините. Кто такая пина? Дальше. Подойдя ближе к этому человеку, я увидел на его затылке морщины. Я сразу понял, что это старый человек. Его руки и тело дергалось конвульсией. Я подошел ближе, чтобы помочь ему узнать, все ли с ним хорошо. Это Дмитрий Лик. Мы еще дойдем до этого. Извиняюсь. Я его сожрал вчера. Это не мог быть он. Когда я подошел ближе, я увидел, что в руках у этого человека было что-то похожее на член. Но это был не член. И вы расстроились. И я полез к члену. Я пробирался через его ширинку, как через тернистый. Проходимый лес. Можно и так сказать. Достав его хер, я начал грязно отсасывать. И поэтому губы темные? Тогда губы были белые. А теперь они бледные. А у него все лицо белое. Нет. Так вот, когда мы пообщались с этим человеком как следует, я вышел из комнаты и увидел, что вся вечеринка грязно ебет в рот Геральда из Римии. Это моя страшная история должна была быть. Да. Я захотел не рассказывать. Пока, есть ли у тебя страшные и темные истории? Возможно, вы хотели однажды дать пятюню в чат, но получилось дать только четыре. Однажды я хотел дать пятюню покер, но дал единичку. Единичку в чат. Хорошо, я продолжу рассказывать страшные истории. Нет, очередь пения с Вайза. Понял. Обливаясь от ужаса, не дыша, я слушал, как ребенок молча и довольно громко бегал туда-сюда, буквально в метре от меня, за старой, толстой, деревянной стеной шаткого дома. Нечто добегало до калитки, нечто это я, и поворачивало обратно. Холера. Туда-сюда. Тварь, блядь. И снова туда-сюда. Вы что, записали свою страшную историю? Да. Им было по 14 лет. Кому? Детям. Которые были в этом доме из любопытства. На болоте? На болоте. Они зашли туда. Так как вы уточнили возраст, Дмитрий Левец, попрошу, чтобы ваша история не была похожа на нашу историю. Но в этом доме время летит очень быстро. И зайдя туда, им стало 18 лет. А вам 34. Минут. Как же вы так долго привели в этом доме в столько времени? Что с вами стало, Дмитрий Ликс? В этом доме я живу всю жизнь. И я всегда рад гостям, которые туда заходят. Это темный дом. И тот вечер не отличался. Это темный дом. На темном болоте. На вязком топком болоте. Однажды вступив на него, назад ты уже не выйдешь. Но ты вышел. Я в нем живу. Это мой обитель. Все? Мне рассказывать дальше? Нет. Что там было? Может быть, Поко знает, что там было? Может, он один? Я видел человека, похожего на Поку в этом доме. Ты его съел? Нет. А что с ним? Я ем, когда я голоден. А когда я сыт, я мучаю. Издеваюсь. Тогда мой питон нуждается в том, чтобы его накормили. Ну, я не уточнил, каким образом я обучиваюсь. Я рассказываю шутки и анекдоты. И в тот вечер был тот самый момент, когда я это сделал. И от смеха задохнулась. Рыба? Рыба, Алексей. Болотная тварь. Халера. Она так же говорила. Это был не я. Может быть, это кто-то из ваших пчел был? Нет. Вам страшно? Можно я расскажу историю? Можно? Да. Одна девочка очень боялась умереть. Почему? И умерла, получается. Спасибо за историю. Самая хорошая история. Когда она думала о смерти ей снаилась, так страшно, что несколько раз она даже теряла сознание. И она боялась не только собственной смерти, боялась она за маму и папу. Тихо. Маленького братика. И особенно за бабушку. Так как бабушка была старенькой, маме часто приходилось успокаивать девочку. Что она будет жить еще очень долго. Очень долго. И ее брат, и они с папой, и даже бабушка, тоже будут долго жить. В одном году 365 дней. В каждом дне по 24 часа. В каждом часу по 16 минут, а в каждой минуте 60 секунд. Сколько получается всего? Спрашивала мама. Но девочка не могла столько сосчитать. Вот видишь, говорила мама, это очень много. Мы будем жить еще очень долго. А очень долго, это значит, мы не врем почти никогда. Девочка успокаивалась, но ненадолго. Однажды, когда девочка вернулась домой из школы, возле дома ее ждал незнакомый мальчик. У него был шарик, но у него были взрослые, уставшие глаза и седые волосы. «Значит, ты боишься смерти?» Сказал мальчик. Не спросил, а сказал. Что сразу не нас понятно, он все знает. Девочка кивнула. «А хочешь, я научу тебя убегать от смерти?» спросил мальчик. «А разве так можно?» удивилась девочка. Мама ей об этом ничего не рассказывала. «Посмотри на меня», сказал мальчик. «Я убегаю от смерти уже больше ста лет и смогу убегать в 10 раз больше. А в одном году 365 дней. В каждом дне по 12, по 24 часа. В каждом часу по 60 минут, а в каждой минуте по 60 секунд, продолжит девочка. Это очень много, я знаю. Мальчик кивнул. Но за это тебе придется отдать мне жизнь кого-то из своей семьи», продолжил мальчик. «Баба Люба?» «Например своего брата». «Баба Люба?» Девочка покачала головой. За жизнь брата боялась не меньше, чем за свою. Мальчик посмотрел на нее своим взрослым взглядом и понял, что девочка не отдаст ему никого. «Хорошо», согласился он. «Смотри». Он подошел к ней и протянул ладонь. На ладони его лежали три шнурка. Мальчик стал плести из них косичку. Но не обычную, а совсем другую, более сложную. Девочка старательно все запомнила. «Что это ты сделал?» спросила она, когда мальчик закончил плести. «Если ты заплетешь так свои волосы, то получишь прочную нить, которую не сможет перерезать коса смерти. А ты знаешь, что люди умирают, когда смерть перерезает им нить жизни». Девочка кивнула. Она читала об этом в книге про древнегреческую героев. «Когда смерть не сможет забрать твою жизнь, она будет сильно злиться. Но ты успеешь убежать». И запомни, когда смерть не сможет забрать тебя, она будет забирать других, тех, кто находится рядом с тобой. Еще плести надо ночью, когда смерть не видит. А то она придет и перережет нить раньше, чем ты успеешь ее доплести. «А я могу переплести нить жизни другим людям?» Мальчик пожал плечами, но потом все-таки сказал, «Все имеется вольцом, но девочку уже не слышала». Блядь, что такая долгая история? Ночью девочка встала, заплела свои волосы и косичку, как показал ей мальчик. Потом сделал то же самое с братиком, мамой, папой, бабушкой. И только после этого уснула. Но утром, когда она проснулась, оказалось, что она сплела прочную цепь. Один конец, который был вплетен в ее волосы, а другой тянулся вдаль и уходил глубоко под землю. Откуда доносился страшный рев невидимого существования? Какой рев? Страшный. Таким же цепи тянулись от бабушки, папы, мамы, брата, девочки. «Что ты наделала?» Сказала бабушка. «Я хотела спасти вас от смерти», заплакала девочка. «Но смерть спасает нас от еще более худшей участи», сказала мама. «И тут нечто обнаружило их». Оно силой дернуло цепи и потянуло к себе. Пиздец, ебать страшная история. Я один на даче. Муж уехал по делам. Вокруг ремонт всего, и в частности ворот. То есть их нет. Время было примерно раннее утро. Было темно. Вдруг нечеловеческой силой удар в дверь. Удар за ударом. И я просто немею от неведения, кто это, что это и, главное, зачем это. Пока я немею, дрожащей рукой, хватая кухонный нож, деревянный засол с грохотом вылетает, дверь распахнулась и передо мной предстала корова. Соседская. Все, получается. Спасибо. Все? Тогда моя история. Однажды родители решили поехать на дачу и оставили мальчика одного дома. Ну, попали в пробки 10-бальные. И все из этих дачников холера. Так вот, они решили оставить мальчика одного дома. Но так как мальчик боялся оставаться один дома, они купили ему щенка. и сказали, да тебе будет страшно. А за сколько взяли щенка? За 192 рубля. щенок-то взрослый был, похоже. Так вот. Они взяли ему щенка и положили, сказали, положи его под подушку. И пусть он лижет тебе пальцы, когда тебе будет страшно. У него пальцы на голове. Надо будет засунуть к нему руку, чтобы он полизал твои пальцы. А вы знаете, что Денины пальцы сейчас выглядят на 9 из 10? Так вот. Родители уехали. Мальчик остался один дома. Наступила ночь. Он лежал в кровати, и вдруг ему стало слишком страшно. Он услышал звуки капанья. Что-то капало. По лицу? Нет. В другой комнате. И тогда, послушав совета мамы, он засунул руку под подушку. Под подушкой собака облизала ему пальцы. Собака ли? И пальцы ли? И он уснул. В следующий раз он проснулся от того же звука капанья, который доносились из ванны. Кран, подумал мальчик. Кран, подумал мальчик. Ему стало страшно. И он опять засунул руку под подушку. Не бойся, сказал сосед. Не бойся. Это не кран. Так вот. Собака снова облизала ему пальцы. Собака жила? Так вот. И он уснул. Он проснулся в следующий раз от тех же звуков капанья. Коров за 10 рублей стима. В этот раз мальчик набрался храбрости для того, чтобы пойти в ванну и посмотреть, что капает. Зайдя в ванну, он увидел мертвую собаку. Ой, блядь. И дал ей полезать пальцы? Нет. И из нее капала кровь. Что лизало пальцы мальчику? И чья кровь была на собаке? Сосед. Сосед. Я угадал? Спасибо. Холера. Ребята, это были темные истории от Геральда из Ривии, от ебаного клоуна, от Пеннивайса, попрошу. от Пениса и от какого-то долбоеба, который просто сидел рядом и молчал всей истории. Мы отправляемся дальше на активности. С мальчиком? С этим мальчиком. Ай, блядь.